Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Валерия Ударцева и в начале выпуска коротко о главных темах. А за что мы тогда платим вопрос? Жители двухэтажки боятся, что их здание скоро рухнет из-за неисправной канализации. Противопожарный режим, поэтому необходимо соблюдать правила разведения огня на дачных участках. На патруль дачных участков города выехала конная полиция. В рамках профилактического мероприятия дача стражи порядка обеспечивают общественный порядок в садоводческих товариществах. Представители прокуратуры Советского края, включая заместителя краевого прокурора, сегодня команда приехали к нам для проведения товарищеского матча с нашими воспитанниками. Каннскую воспитательную колонию посетила краевая прокуратура. В спортивном зале воспитательной колонии состоялся футбольный матч. Хотели избавиться от мусора, а получилось, как всегда. На улице Кайтынской были установлены новые пластиковые контейнеры для сбора ТКО. Это должно было решить проблему мусорного мини-полигона в центре города. Однако мульды уже переполнены отходами. Напомним, после многочисленных жалот местных жителей на свалку регоператорам было решено зачистить данную территорию и оснастить ее современными контейнерами. В будущем также планируется плотная работа с администрацией и надзорными органами с целью привлечения к ответственности тех, кто выбрасывает здесь мусор, не входящий в список ТКО. За сутки Канн упал на 37 сантиметров. На сегодняшнее утро его уровень остановился на отметке 320 при критической 370. Спасатели мобилизовали все силы, так как китройлоки отмечают интенсивное снеготаяние в Саянах. Поэтому паводковая ситуация по-прежнему остается напряженной. Однако пока подтопление жилых домов в Каннске не наблюдается. Однако в низменных районах города вода вплотную подошла к огородам. Жители одной из двух этажей Каннска боятся, что их здание скоро рухнет из-за неисправной канализации. Здание уже начало рушиться от основания. На месте побывал мой коллега Денис Шабуров. Он продолжит тему. Жители многоквартирного дома на улице Восточной последнее время сами поддерживают здание как могут. Говорят, от управляющей компании помощи не дождешься, поэтому проще самим разобраться. Но все же обратиться пришлось, так как нужно отремонтировать сливную систему. Если есть выражение как на пороховой бочке, то здесь применимо немного другое, как на бочке с обычной водой. Из-за неисправной канализации этот дом буквально рушится на глазах. И даже на самом входе в него мы видим обвалившиеся куски стены. И если мы их потрогаем, то сразу же ощутим большую влагу. Мокрые кирпичи идут вдоль всего первого этажа. Под окном одной из квартир они и вовсе осыпались. После чего пришлось их менять на новые за свой счет. Самой проблеме не один год. Из-за неправильного подключения, отмечают жители дома, вода здесь скапливается постоянно. А вот управляющей компанией будто и не до этого. Последний раз мне по телефону сказали, ну у вас же мужчины есть. Почему они не могут, дабы исправить эту проблему как-то самостоятельно. А за что мы тогда платим вопросы? А платить за текущий ремонт каждый месяц людям приходится по 1300 рублей. Причем именно этой услуги, рассказывают люди, они за 10 лет даже и не видели. Что касается капитального ремонта, то пройдет он на данном объекте лишь через 20 лет. Но чтобы до него сохранить дом в надлежащем состоянии, в региональном фонде говорят, выходов не так уж и много. Собственникам надо принимать какое-то волевое решение, менять управляющую компанию, находить такую управляющую компанию, которая только их дом будет обслуживать. Или вообще без управляющей компании обходиться и нанимать компаний, которые будут обслуживать их дом. Дом стоит на попечительстве управляющей компании с говорящим названием «Комфорт». Добиться хоть какого-то комментария даже спустя неделю у ее руководства не вышло. Каким-то образом они все время не на месте. Тем временем жалобы на их работу в нашу редакцию поступают из других домов. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск, 5 канал». Жителю Канска придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за публичный комментарий в социальной сети ВКонтакте, в котором содержатся признаки вражды, ненависти и унижения по отношению группе лиц другой национальности. В Канской международной прокуратуре проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности. В ходе проведенной проверки было установлено, что одним из жителей Канского социальной сети ВКонтакте был размещен комментарий под одним из постов, который, согласно заключению эксперта, совершен публично и содержит признаки унижения достоинства группы лиц, объединенных по национальному признаку. В связи с чем в отношении данного гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 Кодекса административных правонарушений, и он привлечен к административной ответственности в размере 10 тысяч рублей. На патруль дачных участков города выехала конная полиция. В рамках профилактического мероприятия дача стражи порядка обеспечивают общественный порядок и безопасность в садоводческих товариществах. Они обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, исключение фактов разведения открытого огня. Также кавалеристы предостерегают жителей города от несчастных случаев на водоемах, купания в необорудованных для этого местах, в том числе в нетрезвом виде. Также проводят работу по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, задержания лиц, находящихся в розыске. Противопожарный режим, поэтому необходимо соблюдать правила разведения огня на дачных участках и в лесном массе. А также сейчас у нас идет профилактика, связанная с мошенничеством, потому что часто звонят людям и говорят о том, что скиньте номер карты и все данные. А теперь об опит-ситуации. По информации Роспотребнадзора, на утро 2 июня в Красноярском крае на 95 случаев зараженных коронавирусной инфекцией стало больше. На домашнем лечении находится 14 051 человек. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 48 красноярцев. В Каннске новых зараженных нет. Сразу после рекламы расскажем об открытии площади поколений, о матче по футболу в колонии, о премьере спектакля в Каннском драматическом театре и о победах наших спортсменов. Не переключайтесь. Микрокредитная компания предоставляет займы с процентной ставкой от 0,1. Весь июнь в клинике «Варикоза нет» оперирующие хирурги ведут приемы всего за 1000 рублей. Акция «Удачное время». Звоните и записывайтесь. 205-45-01. Зеленогорские напитки «Зелен». Цените каждый момент наступившего лета. Для прогулок и посиделок. Для дневной жары и вечерней прохлады. Для друзей и близких. Зеленогорская безалкогольная от завода «Зелен». Повод утолить жажду. Спрашивайте в магазинах города и края. Займы. Любые суммы. Любая кредитная история. 8-913-534-15-55. 124-деньги.ру. ООО «МКК Оливинфинанс». Открылся магазин «Любимый дом» по адресу улица Урицкого, 14-я. Токольный этаж. Акции весь июнь. С 1 по 7 июня сковорода торговой марки «Кукмара» диаметром 24 см всего 975 рублей. В отдел ГИБДД МОМВД России и Каннский требуются инспекторы дорожно-патрульной службы. Квалификационное требование кандидатам наличие не ниже среднего профессионального образования. За дополнительной информацией обращаться по адресу город Канск, улица Николая Буды, 56, кабинет номер 10, телефон 8-953-850-53-31. Первый летний день в Каннском педагогическом колледже ознаменовался презентацией нового внешнего образа территории. Изменилось центральное пространство перед входом в учебный корпус. В День защиты детей состоялось торжественное открытие площади поколений. К уже существующему здесь тематическому ансаблю, среди которых скульптурой, посвященной людям разных возрастов, добавилась композиция, символизирующая детство, земной шар, на котором уютно всем детям. Открыл торжественную церемонию Александр Андреев, директор Каннского педагогического колледжа. Мы, собственно говоря, учебное заведение, которое готовит специалистов для обучения детей, как дошкольного, так и школьного возраста. И, конечно, все то, что есть в колледже, оно в первую очередь связано с детьми. А бывают такие символические вещи. Одно дело просто там ученик, да, а другое дело, что вот эти монументальные вещи посвящены нашим будущим ученикам. И без этого, наверное, наша площадь, которая была бы в незаконченном виде, что-то бы не хватало в этой жизни, да. Сейчас, кажется, вот это есть, но это еще не все. Я здесь проработала 30 лет. И сегодня я была приглашена в качестве почетного гостя. Я считаю, что это большая честь, что это замечательно. Я хочу сказать, что всегда у Александра Львовича все креативно, лаконично, очень интересно. И главное, всегда все на пользу. Также в педагогическом колледже добавили, что в будущем тематический ансамбль будут еще дополнять новые композиции. Только вот какими они будут, оставили пока в секрете. Отметим, благоустройство колледжа является лучшим в городе местом. Каннскую воспитательную колонию посетила краевая прокуратура. И без каких-либо проверок. Там состоялся футбольный матч, в котором заключенные играли против правоохранительных органов. Какой была игра и чья команда выиграла, смотрите далее в моем сюжете. Обстановка в зале весьма накаленная. Страсти кипят. Краевая прокуратура против воспитанников колонии. Счет пока 4-3 в пользу сборной прокуратуры. Но вот-вот несовершеннолетние заключенные забивают гол в ворота противника. Сборная краевой прокуратуры специально посетила наш город, чтобы сразиться в матче за победу с ребятами. К этому событию воспитанники готовились по-особенному. В свободное время они и тренировались для того, чтобы не уступить прокурорам. Футболисты признаются, что соперники у них достойные. Я думаю, победим, если будем едино играть. А вообще игра идет слаженно? Как твоя команда? Подготовленная, как ты считаешь? Ну, в принципе, не сильно подготовленная, но все равно здесь играли по выходным. Занимались, тренировались. Более-менее идет игра. Достойно пацаны все играют, стараются, стремятся победить. А соперники? Ну, соперники тоже более-менее нормально играют. Здесь нет профессиональных футболистов, но вот сотрудники краевой прокуратуры собрались, что надо. Абсолютно каждый из них любит поиграть в футбол и уже имеет навыки. При этом они также отмечают старания соперников. Но никто не поддается. В этой игре хочет каждая команда победить. Ну, матч, как вы видите, проходит хорошо. Команды, в общем-то, равны, на мой взгляд. Ну, победит, я думаю, что сильнейший. На наш взгляд, конечно, команда сильная, вы видите, по игре. Каждая из команд хочет победить, поэтому особенно к концу первого тайма, конечно, накалилась обстановка, росло напряжение. Поэтому соперники достойны. Видно, что ребята занимаются. Подобные мероприятия в Канской воспитательной колонии проводятся довольно часто. Этот матч приурочили ко Дню защиты детей. Тем самым организаторы хотели показать ребятам, что лучше заниматься спортом, чем совершать правонарушения. Представители прокуратуры Советского края, включая заместителя краевого прокурора, сегодня команда приехали к нам для проведения товарищеского матча с нашими воспитанниками. Данное мероприятие с прокуратурой первый раз у нас. Вообще такие товарищеские встречи с различными колледжами, спортивными школами проводятся постоянно, регулярно. Практически раз в неделю в условиях пандемии немножко все это отодвинули. По итогам игры счет был 10-8 в пользу краевой прокуратуры. Все ребята воспитательной колонии были награждены грамотами и медалями. Валерия Ударцева, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. На Станиканского драматического театра состоялась премьера спектакля по пьесе московского драматурга. Он же выступил и в качестве режиссера постановки. Как зрители восприняли переосмысление рассказа Рики Тикитави, узнаете в сюжете далее. «Послушайте, нельзя ли потише? Перестаньте вам говорить. Сколько можно кричать?» Зрители Каннского драматического театра окунулись в джунгли, которые полны пением птиц, игрой озорных зверьков, шумом сильных дождей и, конечно же, опасностями в лице змей. Именно с ними и предстояло сразиться храброму Рики Тикитави. Но прежде Мангус смог найти друзей, ради которых эта борьба обрела особый смысл. «Меня зовут Рики Тикитави. Для друзей можно просто Рики. А я думаю, что мы обязательно с вами станем друзьями». «Да, конечно! Для нас это большая часть!» Те, кто знаком с оригинальным произведением, могли заметить некоторые отличия. Например, «Мальчик Тедди» из рассказа Киплинга в спектакле московского режиссера «Девочка Эли». «Говорящая птица Дарзи» из рассказа Рики Тикитави в пьесе Андрея Горбунова «Только поет». А крыса Чуи вовсе стала одной из главных героинь. Однако основные темы классики не изменились. Это по-прежнему защита слабых, настоящая дружба и, наконец, борьба между добром и злом. Самые маленькие зрители остались в восторге от увиденного, а среди героев нашли своих любимцев. «Мне понравилась Чучундра. Она смешная». «Мне понравились лики». Взрослые же отметили не только героев спектакля, но и темы, которые он поднимает. «Впечатления очень позитивные. Понравилось представление. Очень сильно, наверное, под впечатлением от борьбы Рики Тикитави именно со змеями. Ну и то, что тут про доброту говорится, да, про побороть страхи. И как бы трудно не было учиться идти шагать дальше вперед». Не меньшее впечатление получил и московский режиссер, который поставил эту премьеру. От работы с канскими артистами Андрей Горбунов просто в восторге. «Замечательные и потрясающие. В Каннске очень хороший театр, замечательная труппа, профессионалы высокого столичного уровня. Мне есть чем сравнивать, поверьте мне». Премьерный спектакль «Рики Тикитави» стал отличным началом летнего сезона для любителей театров. Приключения храброго мангуста в опасных джунглях запомнятся зрителям надолго благодаря своей уникальной атмосфере, созданной большой командой специалистов. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. И в заключении выпуска новости спорта. Сразу 19 призовых медалей привезли в Канск наши спортсмены с открытого первенства города Ачинска по Токвандо. В соревнованиях приняло участие 320 спортсменов из Каннска, Минусинска, Сосновоборска, Красноярска и Ачинска. В честь нашего города защищали 41 воспитанник местной федерации Токвандо. По итогам двух дней напряженных поединков наши сборные удалось завоевать 3 золота, 4 серебра и 12 бронзовых наград. На этом у нас все. С вами была Валерия Ударцева. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Микрорайон 14 Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 20520 В этом году в нашей жизни пробелов не останется. Запишитесь на бесплатную вакцинацию от коронавируса на госуслуги.ру Субтитры предоставил DimaTorzok Смотри новости пятого канала в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Интересные гости, анонсы событий, жизнь за кадром. Будь в курсе событий нашего города. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok